Всем привет! Если вы уже потренировались или только собираетесь, то пауза в 25 минут вам точно не повредит. Мы подведем итоги спортивной недели в Крыму, а рассказать есть о чем и о ком наши чемпионы вновь радовали громкими победами. Во всем по порядку смотрите прямо сейчас. Молодцы, вытащили эти эмоции на последний матч. Они все мне как родные. Это клуб, поцелованный Богом. Приводите своих детей, пусть из них растут мужчины. Но сначала небольшая спортпробежка по основным событийным флангам недели. Новостей было много, но главных из них мы сейчас и остановимся. Баскетболисты симферопольских КФУ «Грифонов» вновь проиграли в элитном дивизионе Ассоциации студенческого баскетбола России. На этот раз крымчане дважды уступили команде МГУ 82-98 и 75-82. В турнирной таблице после четырех к ряду поражений подопечный Валерий Ходорченко занимают десятое место. 2-3 ноября они сыграют в Санкт-Петербурге с «Зенитом ЛГУ». Эмин Севершаев из Симферополя стал серебряным призером первенства мира по греко-римской борьбе среди юниоров. Турнир проходил в Венгрии. Наш земляк уверенно шел по турнирной дистанции, демонстрируя зрелищный уровень и проявляя характер. Чего только стоит его четвертьфинал против спортсмена из Индии Аржуна Халакурки. Севершаев был сильнее со счетом 14-12. Но в решающей схватке подвели судьи. Их решения оказали существенное влияние на итог схватки с Шата Агавой. Поединок завершился с результатом 4-3 в пользу японца. Прошли выборы руководства Олимпийского совета Крыма. Евгения Михайлова переизбрали президентом организации. Основной посыл отчетно-выборной конференции – надо увеличивать совместную работу с профильными спортивными организациями, особенно на финише Олимпийского цикла перед играми в Токио. Стало больше мероприятий, стало больше вовлечения молодежи в спорт. Начала расти инфраструктура и очень значительно надо расти. Одним словом можно сказать, что многое сделано за последние 5 лет, и об этом будет тоже идти речь, но многое еще предстоит сделать. Приехали, увидели и пока всех побеждаю. Сборная Крымского федерального университета стартовала в новом сезоне студенческой футбольной лиги России. Уже первый тур для нее выездной. Камечане отправили из Санкт-Петербурга. Хроника уже сыгранных поединков. В нашем видеоматериале. Северная столица С первых минут сборная КФО обозначила свое территориальное и игровое преимущество. Моментов хватало, но их реализация оставляла желать лучшего. Тем не менее, на 21-й минуте гости все-таки открыли счет. Это Владимир Сычевой из Крым-Теплицы. Первым сориентировался на добивание. Мы изучали их. Они и хорошую погоду, более футбольную играют. Силовой футбол, где мяч вверх, и вся борьба вверху. Ну, а это по этой погоде единственное, что можно сделать на футбольном поле. Несмотря на тщательное изучение соперника, к его стандартам крымчане оказались не готовы. Спустя всего шесть минут после мяча Сычевого, Гор Габриэлянс застал враспло колкиперок и фул. Прокожен не выручил при прямой подаче с углового. Однако, развить успех хозяевам не удалось. Концовки тайма они пропустили во второй раз. Теперь свою фамилию на табло увидел Евгений Харченко из Евпатории. После перерыва кардинально ничего не изменилось. Одни не могли, а другие не очень-то и хотели, стараясь приложить для победы ровно столько сил, сколько нужно. Во избежание нервной концовки преимущество гостей на 79-й минуте закрепил еще один представитель ФК Евпатория для Верну Рединов. В итоге вполне будничный 3-1 в пользу крымчан. Специфика студенческой лиги заключается и в регламенте. Отдохнуть и восстановиться здесь не получится. Ведь уже на следующий день после поединка с хозяевами тура сборная КФУ вновь провела матч. На этот раз соперником стал коллектив Калининградского технического университета. Футболисты КФУ вновь начали игру активнее. Как результат – быстрый гол. На 11-й минуте отличился Ярослав Юдин. Так получилось, я увидел, что я Верну Рединов ударил поворотом. Вратарь не смог нормально поймать мяч. Я пошел на добивание и забил. Первый тайм крымчане спокойно доиграли без особого сопротивления со стороны соперника. А в начале второй половины матча Сычевой удвоил преимущество сборной КФУ. Помогла домашняя наработка. Мы наиграем передачу вперед. Поэтому делик сместился в центр, нашел, мне отдал. Пассинг такой у нас. Поэтому получилось такой гол забить. Завершающей точкой в этом поединке стал гол полузащитника для Веры Нурединова. 3-0 и КФУ добывают вторую победу подряд. В финальном матче межрегионального турнира крымчане сыграли с чемпионами НЦФЛ, серебряными призерами студенческого чемпионата Европы, Смоленским государственным университетом. Еще в первом тайме команда КФУ имела как минимум две возможности отличиться со стандартов. По истечении 10 минут игры крымчане получили право на штрафной, которым не воспользовались, а затем не реализовали и пенальти. Заработал 11-метровый Игорь Дудов, а растратил прекрасный шанс один из лидеров команды для Верну Рединов, который не смог переиграть колкипера смоленцев Александра Соколова. В первом тайме мы больше владели территориальным преимуществом, не получилось забить, не реализовали пенальти. И как итог начать второго тайма только что забили гол. Несмотря на растраченные по ходу игры шансы, игровое преимущество все же воплотилось в гол. Счет открыл Владимир Сычевой. А немного позже начинание своего одноклубника продолжил Александр Музыка, который за две минуты сумел оформить дубль и зажечь на табло разгромные 3-0. В трех выездных матчах команда Сергея Величко держала три победы, таким образом набрала максимальные 9 очков. Из 16 команд лиги КФУ единственные, не потерявшие ни одного балла. Крымчане занимают второе место в таблице, уступая одно лишь очко московскому Рео, на счету которого уже шесть сыгранных матчей. Итоги однозначно положительные. Главную задачу турнира выполнили, одержали три победы. Да, последняя игра чуть-чуть тяжеловата, ноги не такие свежие, но молодцы, вытащили эти эмоции на последний матч. Следующий этап чемпионата продолжится в Крыму. С 23 по 25 ноября матчи национальной студенческой футбольной лиги пройдут в Евпатории на базе «Арена Крым». У-у-у! Аре! 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 Несколько сотен участников, шанс заявить о себе для молодых и возможность конкурентной соревновательной практики для опытных. Чемпионат Крыма по тайскому боксу не изменяет традициям. С каждым годом спортсменов все больше, а уровень мастерства выше. Сегодня мы расскажем и покажем вам, что здесь каждый из чемпионов проживает маленькую жизнь. Слышишь? Сначала с дистанцией через двору. На этих соревнованиях представлено 330 участников. Уже с первых же минут стало жарко, действительно. У нас очень большая команда из Краснодара, Краснодарского края приехала. В составе порядка 130 человек. Все посмотрим. Будем болеть за наших, конечно. Очень напряженный поединок был, да? За счет чего удалось тебе выиграть? А ну расскажи. Я так всегда дерусь. А как ты всегда дерешься так? Расскажи, как ты, собственно, дралась? Я даралась, как вам это объяснить. Я даралась и знала, что я побежу, потому что я уже была напрыгнута на победу. Этому надо учиться усердно и долго, чтобы правильно двигаться, правильно бить удары. А было такое, что вот скажи, навыки китайского бокса где-то в школе выручали, и мальчишек приходилось воспитывать? Очень часто. Часто? Да. А когда последний раз? В эту пятницу. Со мной приехала мама, и она меня всегда перед больно настраивает. Когда она едет со мной, я всегда побеждаю. Слушай, просто удивительно. Обычно мамы, наоборот, девочек в танце отдают, гимнастика, а тут мама переживает за тебя в тайском боксе, да? Как не против она была, что ты занимаешься именно этим видом единоборств? Ну, это была ее идея. Очень нетипичную ситуацию рассказала непосредственно ваша доченька. Обычно мамы отговаривают заниматься контактными видами. Она говорит, вы, наоборот, ее направили. Почему? Хочу, чтобы она была сильная, духом, чтобы ей все доставалось, ну, как бы через победу. Поджимай, 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 поджимай. Моду, моду, поджимай, поджимай. Скажи мне, за кого болеешь ты здесь? За красного. А почему? Ну, просто болею. А он лучше дерется, да? Ну, просто я за него болею, я красный цвет как бы люблю. А, то есть ты вот именно исключительно из-за уважения к красному цвету за парня болеешь, да? Ну, я больше оранжевый люблю, но я за красного болею. Начал за синего, а потом заказываю. Слушайте, я смотрю, вы так отчаянно бьете кулаком в ручку, да, болеете, переживаете? Да, это мой сын, Ребедюк Анатолий. Синий угол. Выигрывает пока? Да, выиграет. Каждый раз. Чемпион России. Один победитель, другой проигравший. Всегда это... Но мне со стороны показалось, что вы, как отец, потеряли гораздо больше эмоций, чем даже сам спортсмен. Я думаю, да, намного больше, чем спортсмен. Вот все родители так переживают. Всегда сложнее судить детей, потому что они более непредсказуемые. И не обладают тем опытом, которым обладают взрослые спортсмены опытные. Ну, теперь, я так понимаю, можно пойти и пирожное съесть на радостях, да? Да. Доволен боем? Да. А за счет чего удалось выиграть? Чем ты был лучше? Я был лучше в ударах, в скрутке и ударах в кличе. Спортсмены говорят, что очень важно перед турниром, да, вот хорошо выспаться. Тренер вообще хоть немножко спит или нет? Вот в ночь перед поединками. Тренер в ночь перед поединками высыпается меньше всех. На самом деле, потому что ждем списки, очень переживаем. Я сразу начинаю продумывать, как против какой команды работать. У каждого надо попытаться понять, какие правильные наставления дать. Поэтому я сплю на самом деле вот по несколько совсем часов перед боями. И потом вот в таком состоянии хожу здесь. Какая атмосфера здесь царит. Дружбы и побед. То есть, таких турниров, я думаю, мало в Крыму бывает. Дружбы и побед. А в боксе классическом сейчас тоже подъем, если говорить о полуострове. Недавняя победа Глеба Бокши на чемпионате мира по боксу стала катализатором нового видка развития этой дисциплины в Крыму. Мы посмотрели, как воспитывают чемпиона в главном боксерском клубе Республики. Мы убедились, что о преемственности поколений там знают не понаслышке. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Первоначально занимаемся... Ставим школу бокса, основы бокса. Это как фундамент, потому что если заложишь неправильные движения, то потом переучивать еще сложнее, чем учить поначалу. Ну а дальше больше уже идет опыт, да, у ребят они начинают боксировать, начинают прогрессировать. В общем, в клубе занимается 100 человек, ребят. Любой желающий может прийти в зал бокса и тренироваться без оплаты, бесплатно. А набор делаем с 9 лет. Почему 9 лет? Потому что, знаете, в 9 лет ребята, они приходят, будем так говорить, как глину. С них можно лепить все, что хочешь. Ну, я имею в виду в спортивном плане. А когда они уже возрастные приходят, они уже и неопытные, и с ними уже тяжело работать. Вы сейчас работаете, когда вы разные... Не только вы руками машете, вы мозги свои сейчас тренируете. То есть вы все ситуации в ринге прорабатываете и тут же делаете атаку, допустим. Вот я готовлю, да, вот он пробивает. Я навстречу ударил, повторил. Здесь я провалил в сторону, подхватил его. Думайте сейчас. Думайте, просчитывайте, прорабатывайте сейчас. То ли через оттяжку поймали, то ли на сайдстепе поймали. И надо больше переднее, больше переднее. Выдергивает, бьет. Выдергивает, бьет. Это группа спортивного совершенствования. Такой начальной школы уже нет. Ребята многие умеют. Кто-то три года занимается, кто-то четыре, пять и более. То есть тут уже мы работаем более технико-тактически. Уже без основ, без элементов бокса основных. Ну а тренировка состоит, как обычно. Разминка. Основная часть. То ли это работа на мешке, то ли это работа в парах. Но обязательно индивидуальная работа. Первый раунд. Вольный бой передней рукой работаем. Легко, быстро, обязательно с обманными движениями. Я здесь с основания клуба с 1997 года. Я думаю, что тренировать сложнее. Потому что, если бы они все выполняли то, что им говоришь, они бы все были бы чемпионами мира. А так один лучше, другой хуже. Нужно обязательно терпение, трудолюбие. Работаем сейчас вольным боем. Но один работает только в атаке или в контратаке. Работает только с живота и поднимается на голову. А второй наоборот. Только с головы опускается на живот. А можете и в атаке, и в контратаке. И с живота на голову. И голова. А где голова? Две руки. Сейчас, например, вот такое поколение, в основном, если родители контролируют мальчика, да, они звонят мне, там, спрашивают, как дела, как он тренировался, тогда, тогда, как бы, есть какой-то прогресс. Ну, в основном, бывают там исключения. Вот. Потому что сегодняшние дети, это дети Пипсикова и интернета. И поэтому, как бы, родители немаловажную роль играют. Вольный бой, две руки. Все вольным боем. Договорились, кто как начинает. Ребятки сейчас, вот, как говорится, на вооруженных силах. Три участника у нас от клуба было. Все три выстрелили в призах. Поэтому хотелось бы их ответить. Кинжалиева хотелось бы отметить. Это не просто боксер. Это уже в этом возрасте он думающий боксер. Это очень важно. Самарин обладает качествами более трудолюбивыми, более волевыми, да. Османов, он, как бы, такой технический, очень грамотный человек. Клуббокс прививает многие качества, да. Такая, как выносливость, что нужно терпеть. Достиг он больших высот, не достиг он больших высот. Но он будет защитником нашей России. В России, как бы, нет такого клуба, чтобы был серебренный призер Олимпийских игр Доценко. Чтобы в клубе был Усик, да, такой, как Усик, в одном клубе. И сейчас Глеб Бокши, который, ну, сейчас стал чемпионом мира. То есть я не думаю, что в России есть хоть один клуб, где уже на таком уровне международном, с такими результатами были три боксера за историю клуба в одном клубе. И хочу отметить, что, как бы, большую роль сыграл пациент Сергеевич Данильченко, который в 97-м году организовал этот клуб. За свои личные деньги все это сделал. Мы видим прекрасные условия, да, созданные. И просто стыдно здесь не воспитывать хороших боксеров мирового уровня. А герои нашего следующего видеоматериала стараются на деле доказать, что один человек может быть талантлив во всем и сразу. Смешанные дироборства в Крыму давно вышли на качественно новый уровень. Но сейчас там немного меняет вектор развития. Предыдущую высоту, успешную борьбу за медали и титулы взяли. Теперь делают фундамент будущего. Воспитывают подрастающую смену. Увидев сам процесс, мы убедились, что стереотипы в отношении ММА давно пора переосмыслить. Набор идет от 6 и до 12 лет. В основном в этой группе упор идет на борцовскую технику. Но есть там некоторые ребята, которые у меня уже давно тренируются. Они тренируются каждый день. Тренировки посвящены ударной технике, да. Они у меня выступают на соревнованиях. Неоднократно выигрывали чемпионаты Крыма по грейплингу, по панкратиону. Они у меня универсалы. Могут и бороться, и драться, ну и боксировать свободно. Тот, кто атакует, ребят, я атакую, Тимур защищается. Я ему на ноги пытаюсь наступить левой, правой ногой. Атакующий может соперника выводить из равновесия. В левую сторону, в правую сторону наступать на ноги. Тимура задача не упасть и только убирать ноги, защищаться. Вам понятно? Вот эта группа, да, малыши, постоянно их выставляют именно на соревнованиях по борьбе. Там у них воспитывается этот характер. Соревновательный процесс, да, для них сейчас очень важный, чтобы выиграть, быть сильнее соперника. И у них это откладывается, отпечаток дает на их характер. Ваша задача со стойки, как вы проход делаете, вы же не делаете 100 проходов подряд, а вы делаете на момент какой-то, вы выждали, обманули соперника, зашли, сделали атаку. Понятно, так же и здесь. Вот мы встали, вот мы боимся. Раз мой выпад, встали обратно в стойку, хорошо? Только такая работа. Отброс ног делай. Отброс ног делай. Таз назад. Я вижу, как они развиваются. Я смотрю на свою работу. Я смотрю, как они меняются. Как они из маленьких мальчиков превращаются в мужчин. И мне это доставляет такое удовольствие, что я обожаю свою работу. Старики, делайте вообще с одного движения. Сразу ногу запускайте туда. Как на коня запрыгивать. Вы знаете, правильно? Хорошо. Раз, два. Отжали голову. Ножку заправили. Рука, помните, плечо держала? Видите, где у меня осталась она? На шее. Заправили. Ухом прижимаемся. Помните, для чего, да? Как можно меньше пространства я ему даю. Чтоб он мои руки не срывал. Плотно прижались к нему грудью, головой. Мне главное не победа, а как я борюсь. Ну и сейчас ты как? Борешься нормально? Да. А в чем тебе надо сейчас прибавить, чтобы бороться еще лучше? Мне надо трудиться. Конечно, лучше, когда они приходят нулевые, да, то есть ничего не умеют. И их легче научить, чем переучивать. Переучивать всегда тяжело. В этом возрасте я считаю, что лучше начинать с борьбы. Все-таки как бы много сложных элементов. Ударной технике как бы легче научиться. Важную роль играет дисциплина. То есть тренер должен быть в меру жестким. Стоит одно там слово гаркнуть, и они сразу как солдаты воспитаны. И все дисциплинированы, и слушают внимательно. Ну, не без этого, это дети. Ничего страшного в этом нету. Просто иногда покричать приходится. Наш клуб прилагает очень большие усилия для привлечения молодежи, чтобы они у нас тренировались. Не только у нас, а вообще занимались и спортом, да. Я за то, чтобы наша нация оздоравливалась. И сам воспитываю малышей от 4 лет и старше. У самого дети здесь тренируются. Сын 4 года, дочке 6 лет, все тренируются здесь. У нас очень много родителей сейчас стало приводить малышей своих. Они здесь присутствуют, смотрят, как мы проводим тренировки. Мы не запрещаем там, не выгоняем родителей. Пусть сидят, смотрят. И они, родители сами видят, что на самом деле здесь никакого убийства нет. Это вид спорта, в котором достаточно много правил, ограничений. Дети здесь не калечатся. Так что приводите своих детей. Пусть из них растут мужчины, крепкие, здоровые парни. Мама вообще меня хотела дать на танцы. И она сначала была недовольна тем, что занимаюсь в ММА. Но когда я начал занимать призовые места на соревнованиях, маме тоже это понравилось. Время проходит так быстро, как один день. Вот у меня есть там парни, по 6 лет уже тренируются. Я даже не могу представить, какие они были маленькие. Сейчас на них смотришь, они такие здоровые. А фотографии там смотрят, родители показывают. Я поверить не могу, что они приходили вот такие. Спортом нужно заниматься. Не важно, бойцовским видом спорта, футбол, плавание. Главное, чтобы это был спорт. А не ходили там, ягуары или еще что-нибудь пили по подворотням. Я считаю, что сейчас на самом деле благодаря нашему правительству пропагандируют спорт всевозможными турнирами. Спортсменов хорошо спонсируют. Я думаю, у молодежи это сейчас становится модно заниматься спортом. Но это и хорошо. Вот такой получилась спортивная неделя в Крыму. Мы постарались передать вам все ее многообразие. Надеемся, что главный принцип нашей программы вы обязательно претворите в жизнь. Чемпионами иногда рождаются, но куда чаще и не все же становятся. И сегодня именно тот самый день, когда надо начинать заниматься собой. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!